Любопытный, трудолюбивый, любил, вообще по-настоящему жизнь любил. До этого и дожил столько. Без этого трудно. Нет такого, что я сегодня до пяти часов вечера художник, а прихожу домой, я папа, или муж, или дедушка. Такого нет, потому что идет непрерывная работа. Таким его запомнили близкие, друзья и коллеги по цеху. Михаилу Буткееву было почти 97 лет. Долгие годы под кистью художника оживали Монголия, Горный Алтай, Сибирь. Буткеев участвовал в боях на Курской битве, при этом из тысячи картин ни одной не посвятил войне. Зато в его работах нашел отражение Барнаул разных эпох. Многие здания, которые он запечатлел на своих картинах, уже сейчас не существуют. Если когда-нибудь их будут возрождать, то, я думаю, будут обращаться не только к чертежам, фотографиям, но также к его картинам. Про Буткеева говорят, он был страшно работоспособный. Мог проснуться ночью и начать зарисовку пейзажа. Мог возвращаться к картинам спустя несколько лет и доводить их до совершенства. Даже после того, как они уже побывали на престижных выставках. А выставлялся алтайский художник не только во всех регионах страны, но и за рубежом. В США, Японии. Старая гвардия уходит. Более академические, более классические, более работающие на совесть люди. Сейчас же маленько искусство другое. По верхам быстрее нарисовал, быстрее написал, быстрее продал и быстрее новую. Общественники предложили сделать из мастерской художника мемориал. Ведь Михаил Буткеев единственный на Алтае народный художник. Это высшее почетное звание в области изобразительного искусства. Идея показать не только в выставочном варианте, но и показать работу художника изнутри, его творческий процесс в виде мемориальной мастерской. Это великолепная идея. Поддержат ли эту идею сверху, пока неизвестно. Но у барнаульцев появилась бы возможность увидеть, где творил великий художник. А также его зарисовки и последняя картина. Кстати, за сутки до смерти Михаил Буткеев, как истинный творец, весь день провел у Мольберта. Ирина Корчегина, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.